Друзья, всем привет! Рада вас видеть на канале Фактограф. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые животные ведут себя так странно? Почему стайные птицы летают клином, еноты стирают, коты мнут лапами, а собаки нюхают зады друг друга? В этом видео мы поговорим о действиях животных и их повадках, которые порой кажутся нам совершенно нелогичными. Каждое движение, каждый звук и даже самые необычные привычки имеют свои причины. Возможно, вы удивитесь, узнав, что поведение животных связано не только с инстинктами, но и с их уникальной социальной структурой, средой обитания и даже эмоциональным состоянием. Эти чудные на первый взгляд поступки имеют эволюционные причины и помогают животным выживать. Давайте вместе узнаем, почему некоторые животные ведут себя так странно. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые увлекательные выпуски. А теперь поехали! Почему стайные птицы летают клином? Если вы посмотрите на небо, то увидите, что многие птицы летают V-образным клином. Да, так летают не все. Преимущественно мелкие пташки покидают насиженные гнезда разрозненно или бесформенными стаями. Но более крупные виды, дикие гуси, лебеди, журавли действуют иначе. Поднимаясь в небо, они формируют клин, придерживаясь такой формы построения на протяжении всего перелета. Но почему они осуществляют перелеты именно так? Для того, чтобы преодолевать огромные расстояния, при этом не сбиваясь с курса. Первой во главе клина летит самая опытная и сильная птица – вожак стаи. Когда вожак совершает мах крылом, позади образуются завихрения воздуха, обеспечивающие дополнительные воздушные потоки летящим сзади птицам. Второе звено облегчает работу третьему и так далее по списку. Пернатые летящие сзади буквально парят на воздушных волнах, которые создали впереди летящие. Благодаря такому построению, вся стая увеличивает скорость полета по меньшей мере на 70% по сравнению со скоростью, которую может развить каждая птица в отдельности. Самые слабые, больные и неопытные птицы всегда летят в конце. Когда вожак устает, то улетает в конец клина, а его место занимает птица, летевшая сразу за ним. Так птицы меняются местами на протяжении всего полета, и каждая получает возможность отдохнуть. Если же какая-то птица случайно покинет общий строй, то сразу ощутит дополнительную нагрузку и будет вынуждена вернуться в общий поток. Кроме того, форма клина помогает птицам следить за всей группой, лидерам и направлением полета. Организованности и командной работе можно только позавидовать. Почему коты мнут лапами? Если у вас есть кот, то вы точно замечали, что ваш любимец частенько мнет одеяло передними лапками, словно замешивает тесто, и даже может потоптаться на вас самих. Но догадывались ли вы, почему так происходит? Мятие лапками – это естественное поведение кошек, заложенное в них с рождения. Маленькие котята во время кормления мнут мамины бока, чтобы стимулировать выделение молока. Вот почему такое поведение называют «молочный шаг». Когда крошка становится взрослой, этот инстинкт сохраняется. В такие моменты она как будто возвращается в детство, пытается воспроизвести те моменты комфорта, когда она находилась рядом со своей мамочкой. Если площадкой для мятия лапками кошка выбирает вас, это говорит о большом доверии и привязанности. Прерывать или отгонять ее не надо, чтобы не лишать животное приятных эмоций. Также во время массажа лапками в организме кошек стимулируется выработка гормонов радости – эндорфинов. Так, разминая разные поверхности, питомцы снимают стресс и болевые ощущения, которые могут возникнуть по разным причинам. Кроме того, на подушечках их лап расположено огромное количество нервных окончаний. Наступая на различные предметы, они изучают поверхность и оценивают ее безопасность. Помимо нервных окончаний на подушечках лап животных находятся и потовые железы. Выделяемый ими секрет отличается уникальным запахом, который принадлежит животному и помогает ему ориентироваться на местности. Для человека этот запах неощутим, но кошки его прекрасно различают. Если вы замечаете, что кошка часто мнет лапками одно и то же место перед тем, как лечь на него, значит, она ставит на нем свою метку. Почему собаки нюхают друг у друга под хвостом? При встрече четверолапого питомца с сородичами собачка нюхает под хвостом у другой собаки. Обычная картина. Для человека это может показаться странным или даже неловким. Но для собак… Это самый лучший способ узнать друг о друге все, что нужно. Обоняние собак в 10 тысяч, а то и в 100 тысяч раз лучше, чем у людей. У них также есть особая часть носа, называемая органом Якобсона, которая позволяет им игнорировать запах фекалий, когда они обнюхивают пятую точку другого пса. Этот орган обнаруживает нечто более важное. По бокам заднего прохода собаки расположены особые железы, которые выделяют химические вещества. Именно они интересуют собак. С помощью носа собаки буквально читают информацию, узнают пол, состояние здоровья, даже настроение другой собаки. Да, вся эта информация хранится возле хвоста. Поэтому, когда собаки нюхают другую в интимном месте, она сканирует ее, как мы видим профиль человека в соцсетях. Это их способ познакомиться и понять, как себя вести, дружелюбно, осторожно или вообще держаться на расстоянии. Так что не стоит беспокоиться из-за подобного поведения вашего питомца и тем более препятствовать животному. Важно давать собаке возможность социализации и познания окружающего мира. Почему змеи линяют? Линька у змей – это естественный процесс обновления кожи, который сопровождает их на протяжении всей жизни. Вообще смена покровов – дело обычное даже для людей. Но в отличие от человеческой кожи, которая отслаивается мелкими хлопьями, у змей эпидермис образует единое целое, что делает его жестким и не растягивающимся. А поскольку рептилоиды растут на протяжении всей жизни, им приходится снимать с себя старую кожу полностью, как одежду, которая стала мала. Так вместе с отслужившим покровом змеи избавляются и от внешних паразитов, например, от клещей. Линька – вещь необходимая, но крайне дискомфортная. Сначала к ней нужно подготовиться и подождать, пока под старым роговым слоем сформируется новый. Затем постепенно старый эпидермис отслаивается от нового. Все тело чешется и зудит. Не мудрено, что в период линьки животные становятся агрессивными. Змея трется о камни, деревья и прочие шероховатые поверхности, чтобы разорвать старый эпидермис в районе переднего конца морды. Затем снимает кожу с головы, а после чего выползает из старой кожи. То, что змея скидывает, в народе называется выползком. Кроме того, линька требует много энергии и может затруднить охоту из-за ухудшения зрения, так как глаза змеи тоже защищены прозрачной чешуей. Во время линьки пленка на глазах отходит вместе с остальным старым слоем в виде очков. Зато после успешной линьки змеи выглядят так, будто заново родились. Почему куры клюются? Если вы подойдете к курам в обуви с открытым носком или босиком, скорее всего они будут тянуться к вашим ногам и, вероятно, будут клевать пальцы. Но почему? Потому что просто считают их пищей. Пальцы ног двигаются, когда мы ходим, и они имитируют червей, которые являются одним из их самых любимых лакомств. Куры клюют клювом, что-то, чтобы проверить, не еда ли это. Также курица может подбежать к вам и клевать ваши ноги и голени, когда почувствует угрозу или подумает, что вы представляете угрозу для ее положения в иерархии. Так воинственная особь будет пытаться прогнать вас. А чтобы выглядеть еще страшнее, она может распушить перья и расправить крылья. Кроме того, случается, что куры проявляют агрессию и к своим сородичам. Птицы клюют друг другу перья, пальцы ног, головы и тела. Если такое поведение раз возникло в стаде, все, оно распространится на весь курятник. Птицы естественным образом подражают друг другу. Замечено, что свою агрессию птицы направляют на ослабленную особь. Неважно, будь то старая курица или молодая. Часто такое поведение птиц может перерасти в каннибализм. Какие же причины агрессивного поведения кур? В первую очередь к каннибализму приводят несоответствующие условия содержания. Чрезмерное освещение, перегрев, плохое питание, скрученность и смешивание птиц из разных стад. Также причиной может стать дисбаланс в питании и нехватка определенных микроэлементов пищи. Почему акулы не спят? Спят ли акулы? Этот вопрос не дает покоя биологам и любителям акул многие годы. Раньше считалось, что акулы не спят вообще, поскольку им необходимо находиться в постоянном движении, чтобы пропускать через жабры воду для дыхания. Такой процесс называется пассивной или проточной вентиляцией. Если акула остановится, то может погибнуть от недостатка кислорода. Поэтому складывается впечатление, что она не может спать, поскольку ей необходимо все время плыть. Однако многие ученые сомневались в том, что такое возможно. Так исследователи во главе с Майклом Келли из Университета Западной Австралии исследовали ведущую ночной образ жизни новозеландскую кошачьеголовую акулу. Ученые выяснили, что во время периодов отдыха длиннее пяти минут у акул снижается потребление кислорода, что является индикатором сна. Кроме того, стоит отметить, что этот вид акул имеет особые мышцы на голове, которые помогают воде течь через жабры и потому они могут на какое-то время переставать плавать. Однако исследователям трудно определить, только по поведению спит животное или притворяется мертвым. Ученые намерены продолжить эксперименты и проследить за активностью мозга акул. Что касается других видов акул, то они могут дремать на дне подводных пещер, через которые протекают подводные течения. Здесь всю работу за них выполняет течение. Поток воды проходит через жабра и позволяет животным дышать. Таким механизмом пользуются, к примеру, карибские рифовые акулы. Однако даже несмотря на то, что животное находится в течении, они не могут полностью заснуть. Они могут лишь ненадолго перестать двигаться, но глаз не закрывают. Почему еноты любят стирать? Все мы прекрасно знаем, за что одна из разновидностей енотов была названа полоскуном. Потому что полоскание – самое любимое их занятие. Еноты-полоскуны могут постирать все, что попадется им в руки. Неважно, съедобное это или нет, они все стирают своими ручонками. Но зачем? Ответ на этот вопрос вас удивит. Ведь гигиена для енота-полоскуна особой роли не играет. То, что еноты моют еду перед тем, как съесть – распространенное заблуждение. На самом деле они просто следуют своим инстинктам и проверяют пищу на пригодность. Если еноту дать чистый кусок еды, он все равно опустит его в воду. Для него это привычное действие. Тут дело в другом. У этих животных не очень хорошее зрение, они не различают ни цвета, ни мелкие детали. И тут им на помощь приходят их чрезвычайно ловкие передние лапы, на которых есть несколько типов осязательных рецепторов. А если кожу енотов смочить водой, чувствительность рецепторов заметно возрастает. Животные ощущают более слабые прикосновения и могут различить мельчайший рельеф предмета. Поэтому вода является важным атрибутом в жизни как домашнего, так и дикого енота. Благодаря полосканию животные лучше понимают, что именно держат в лапах, пригоден ли этот предмет в пищу. Нужно ли его очистить от несъедобного, частей и тому подобное. Информация о предмете будет максимально достоверной. Определенно полезный навык. Почему жабовидные ящерицы брыжут кровью из глаз? Да, для этих существ фраза «кровь из глаз» не мем, а суровая реальность. Не верите? Смотрите сами. Жабовидные ящерицы обитают в пустыне Сонора, которая раскинулась на территории Мексики и на юго-западе Штатов. Жизнь этих ящериц непроста, ведь в пустыне есть опасные хищники. Змеи, койоты, волки – все они могут устроить охоту на маленькую ящерицу. Однако у рептилий разработана целая схема, чтобы отпугнуть врага. Столкнувшись с хищником, рептилия сначала замирает и не двигается, сливаясь с окружающей средой. А дальше рывками, чередующимися с резкой остановкой, двигается в противоположную сторону от противника. Если враг все же раскусил маневр, ящерица переходит к плану Б. Она раздувается и старается казаться крупнее, чем является на самом деле, в надежде, что окажется врагу не по зубам. И только после всего вышеупомянутого рептилия прибегает к последней уловке. Ящерица брызгается кровью. Струя крови под большим давлением вырывается из окологлазных капилляров. Кровь содержит сильные химикаты, оказывающие раздражающие действия. Такая атака мало того, что оказывает ошарашивающий эффект, так еще и может отпугнуть койота или дикую кошку неприятным запахом крови. Впрочем, на хищных птиц она не оказывает столь сильного эффекта. Однако обычно это настолько шокирует противника, что он решает оставить добычу, ну а ящерица спокойно возвращается к своим делам. Почему жирафы пьют мочу? Небольшая ремарочка. Мочу пьют не все жирафы, а только самцы. И только мочу самок. Как оказалось, в мире жирафов конфеты, букеты, ухаживания ни к чему. У них совсем другие обычаи. Самец жирафа обходит разные стадо, пытаясь найти себе самку. Когда он видит подходящую кандидатуру, он не начинает дарить цветы или просить номер телефона. Он сразу переходит к делу, нагибает шею и начинает тыкать самку носом в зад. Так он провоцирует ее на мочеиспускание. Делает он это для того, чтобы попробовать на вкус ее мочу. Если самке интересно внимание, она мочится партнеру на морду в течение нескольких секунд. Самец собирает жидкость в рот, а затем скручивает губу и вдыхает с открытым ртом. Так жираф захватывает летучие ароматные вещества, в частности феромоны, и выясняет, содержатся ли в моче определенные химические соединения, которые указывают на готовность самки к спариванию. В природе такой подход к спариванию на самом деле не единственный. К примеру, самцы-газели слизывают земли свежую мочу самки, чтобы определить, готова ли самка к спариванию. Но жирафам неудобно это делать анатомически, из-за слишком длинной шеи, поэтому подход у них другой. Почему попугаи говорят? ДНК человека и шимпанзе совпадают на 99%, но обезьян все равно невозможно научить говорить по-человечески. В то же время попугаи, несмотря на очевидные отличия от людей, обучаются выговаривать даже сложные предложения на разных языках мира. Как же у них получается это? Во-первых, попугаем просто повезло, так как они обладают необходимой физиологией. В то время как у людей есть гортань, у птиц есть небольшая структура в груди, называемая сирингсом. Когда попугай пытается произнести слово, его язык помогает превращать дыхание в звук. Язык у попугаев толстый и напоминает язык человека, и птицы могут использовать его, как и мы. Во-вторых, у всех певчих птиц есть определенные области мозга, которые контролируют обучение вокалу. Однако у попугаев дополнительно есть оболочки, окружающие эти вокальные центры, которые проявляют активность, когда задействованы речевые пути. Кроме того, в неволе попугаи могут воспроизводить не только отдельные слова, но и звуки, которые слышат регулярно. Звонок мобильного, лай собаки или музыкальные инструменты. Однако это не все. Говорить у попугаев получается не только из-за специального строения, но и благодаря их невероятной социальности. Худшая участь для этой птицы – сидеть в клетке в одиночестве. Им необходим партнер или человек, который будет уделять питомцу все свободное время. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, повадки какого животного из нашего видео показались вам самыми причудливыми.